поэтому великая теорема фирма при n равно 3 но прежде вообще про нее как она возникла но возникла она с того что люди получили формулы которые мы с вами тоже получили в тот раз в самом конце верно я помню получили формулы вот что с точки зрения перестановки а и b местами любое взаимопростое решение такого уравнения то есть любой прямоугольный треугольник с целыми сторонами самый маленький в серии подобных ему задается вот такими вот формулами индусов как их называют потому что они еще со времен каких-то древних индусов известны ну и здесь для того чтобы получился треугольник действительно с не с взаимопростыми сторонами нужно m и n считать взаимопростыми и разной четности чтобы были положительные стороны нужно еще чтобы m было больше n что будет если m и n будут нечетные оба например там тут везде будет вылезет множитель 2 просто общий ну после сокращения на него при каких-то других значениях m с волной n с волной получится та же самая тройка но уже по правилу что те будут взаимопростые то есть эта формула которая иногда дает ну если подставлять что-нибудь ну как бы неправильное m и n она все равно дает пифагоровые треугольники с целыми сторонами да но она их дает не самые маленькие в сериях вот а вот чтобы получить самые маленькие в сериях нужно брать m больше m взаимопростое с n разной четности m и n тогда будут эти три взаимопростые и обратное что если есть взаимопростая значит тройка a b c вот с этими свойствами a квадрат плюс b квадрат равно c квадрат то тогда существуют m и n с перечисленными свойствами которые дают эти три часа по этим формулам вот это как бы точное полное описание что было дальше дальше это лежало в трудах диафанта очень много веков больше тысячи лет и в 16 веке дошло в 17 веке дошло до пьера ферма он читал и комментировал много этот труд в том числе в этом месте был написан на полях комментарий что пишет он на латыни но я переведу куб не есть сумма двух кубов четвертая степень не есть сумма двух четвертых степеней и вообще никакая более чем вторая степень пишет он не является суммой двух таких же степеней я нашел этому поистине удивительное доказательство но поля этой книги слишком узкие чтобы его вместить ну и собственно это да но я имею ввиду что эти уравнения вот эти все уравнения они неразрешимы да вот все они не одновременно каждая из них неразрешима вот то есть ни при каком n но давайте я точно скажу ни при каком n ни при каких n, a, b, c а из z при этом a, b, c больше нуля просто ну натуральное а n больше двух вот вот полная формулировка соответственно великая теорема Ферма и это начало великой значит эпохи в истории математики начало поиска доказательства дело в том что никто это доказательство восстановить не смог пьер Ферма вообще редко записывал свои доказательства рождественскую теорему Ферма он предложил своему другу написал письмо вот то которое мы разбирали в прошлый раз да теорему он написал письмо а вот попробуй докажи да ну и когда он что-то знал вроде как он утверждал что знал потом что-то находили в его записях в частности точно совершенно что он умел вот это уравнение решать доказывать что у него нет решений он умел это делать это довольно хитрый красивый прием использующий метод бесконечного спуска который сам пьер Ферма и изобрел изобрел метод бесконечного спуска который есть некоторая конкретная реализация метода математической индукции а именно ну как бы из принципа индукции он следует что ну принцип индукции по сути говорит что если есть какое-то натуральное число то его мы не можем уменьшать бесконечное количество раз чтобы оно при этом оставалось натуральным то есть от любого натурального числа вниз конечное количество шагов ну по сути это и есть мат индукция на самом деле там просто в обратную сторону идут и говорят что если мы вот так умеем из свойства для n выводить свойства для n плюс 1 то мы покроем все натуральные числа это ровно тоже самое отличное Bretagne от любого натурального числа вниз ну и вот здесь это применяется так что он предполагает ну во-первых он вместо этого уравнения решает более общее а в четвертый плюс b в четвертый равно c квадрат то есть он доказывает что не только четвертая степень не может быть суммой двух четвертых степеней он доказывает что в принципе никакой квадрат не может быть суммой двух четвертых степеней ну и тем самым, естественно, четвертая степень тоже не может, потому что четвертая степень — это квадрат квадрата. И вот он это свойство усиливает, ну как обычно по индукции, часто так бывает, вы усиливаете свойство, но зато его можно доказать по индукции, а в результате исходное свойство из него следует. Вот он также усилил уравнение, и вот это уравнение он решил следующим образом. Тут идет целый ряд очень хитроумных, хитрые манипуляции. С вот этими формулами, с формулами индусов. Хитрые манипуляции идут с формулами индусов, и получается, что если бы было одно решение, то было бы новое решение обязательно с меньшим по размеру С с волной, чем С. Итак, у него есть метод, который он всем показал и оставил записки. Это просто упражнение, я его начну и дальше дам вам поделать дома. Это вот такой метод, при котором, если бы это было верным, то ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, оказалось бы, что существуют новые целочисленные, положительные, натуральные решения того же самого уравнения, но из конструкции совершенно очевидно видно, что С с волной меньше, чем С. Ну там типа корни из С будет, но что-то в этом духе. Вот, и, соответственно, идея-то в чем? Что, ну, все те же манипуляции я могу повторить вновь, да? И получу еще меньшее решение с новым С с волной, с двумя волнами. И так как я могу вот так сделать такую как бы рекурсию, да, рекурсию решения, да, из одного решения я умею делать меньшее. Но если так, то это означает, что я уже умею делать бесконечное количество меньших, да, с каждым шагом. И в этом суть метода бесконечного спуска, что из этого следует, что решений нет, их не может быть, потому что раз ты можешь из большего выводить меньшее, а мы всегда можем рекурсию повторить, то, соответственно, противоречит принципу индукции, значит, ни одного решения нет. Вот таким он образом решал эту задачу. Я намекну, а почему я заостряю внимание на способ решения этой задачи? Потому что мы некоторую похожую логику будем использовать при решении кубического уравнения. В четвертой степени оно не очень сложное. После того, как я сейчас начну, вы дальше можете сами его дома добить. Значит, что сделал фирма? Он говорит, ну, здесь вместо квадратов стоят четвертые, да? Но если я обозначил квадраты А и Б, а также просто число С за тройку, она будет тройкой, которая удовлетворяет этим вот свойством. Поэтому А квадрат равно 2МН, поэтому Б квадрат равно М квадрат минус Н квадрат, а С равно М квадрат плюс Н квадрат, да? Ничего не видно. Мне дали новый красный фломастер из ящика. Вот что я теперь могу вообще по этому поводу сказать, да? Мне дали новый красный фломастер из ящики, и он не пишет. Шикарно. Так, хорошо. Сейчас мы посмотрим, не пишет ли какой-нибудь из этих красных. Так. Это, по-моему, whiteboard, да? Это как раз тот, которым нельзя использоваться. Нельзя пользоваться, да? Ну-ка, ну-ка. Или все-таки можно? Боязно, да? Очень хорошо пишет. Да не, вроде все нормально. Вроде бы все нормально. Вот. Так вот. Тем самым А квадрат равно 2МН, Б квадрат равно М квадрат минус Н квадрат, А, С равно М квадрат плюс Н квадрат. Ну и дальше он, значит, берет вот это. И оно снова имеет тот же вид. Ну и еще парочка шагов с делимостью. Вот это вот означает, что МН, ну, грубо говоря, квадрат, и там надо аккуратно с двойкой быть. Ну, в общем, тут надо. А можно посмотреть, пожалуйста, как на такой переход в теории? Потому что вот это уравнение, если бы оно нарушилось, уж по крайней мере А квадрат, Б квадрат и С были бы решениями, ну, как бы пифагоровыми тройками. То есть, если мы предположим, что есть такие А, Б, С, что А в четвертой плюс Б в четвертой равно С квадрат, тогда тройка А квадрат, запятая Б квадрат и С без квадрата являлась бы решением, ну, пифагоровой задачи, пифагоровой тройкой. А раз так, значит, она удовлетворяла бы вот этим вот уравнением при некоторых М и Н. Вот. Давай мы вот и запишем. А дальше мы теперь для этого придумываем. Дальше мы помним, что М четно и Н нечетно или наоборот, да? То есть мы там, если М четно, например, здесь дважды 2, 4 уже сокращаем, там А пополам пишем в квадрате, равно МН умножить на Н. Дальше из-за именной простоты МН следует, что оба они квадраты. Ну и дальше чуть-чуть еще несколько таких, я не хочу до конца, в качестве упражнения дам. Упражнение с помощью, значит, правил делимости, с помощью основного следствия из основной теоремы арифметики. Помните, произведение взаимопростых равно какой-то степени, следственно, каждый из них равен степени. Это доводится до того, что в конце концов появляется еще одно решение, в котором С с волной очевидным образом меньше. Ну и тут он восторженно говорит, что ура, соответственно, нет решений. И дальше он пишет, что он решил для любого Н. Но проблема в том, что это решение не осталось, если оно вообще было. Дальше Ферма умер, дальше его пытались восстановить. Эту теорему доказывали при разных Н разные люди. И то, что мы сегодня с вами будем делать, это величайшее достижение, кажется, 1770 года Эйлера. И он даже совершил там маленькую ошибку, которую потом исправляли. Великий Эйлер совершил ошибку при решении этого уравнения. Но она оказалась исправимой. Потом при Н равно 5 доказал это Даламбер спустя еще полвека, в начале 19 века, 1820 года. В 1837 Ламе представил для Н равно 7, кажется. До этого Лежандр при Н равно 14. Ну, понятно, что 7 более сильно, чем 14. Если мы уже доказали для 7, то для 14 тоже верно. Вообще, давайте поймем, что по сути у меня, если написано, что АВН плюс БВН равно СВН. Вот, допустим, я умею доказывать для 4, и умею для Н равно 4, и умею для простых. Вот, я утверждаю, что тогда уже все готово. Почему? Давайте поймем, да, то есть, что сводится к простым, на самом деле. Сводится к простым. А именно, предположим, что я, ну вот, на 2-4 мы уже знаем, это след за фирма. И вот, допустим, мы для всех простых умеем доказывать. Тогда, что мы делаем? Мы изучаем разложение на множестве числа Н. Да, но тут для простых Н, ну, нечетных, естественно, потому что для двойки она не верна, великая Терема Фирма. Для двойки вон формулы. Соответственно, нас интересуют нечетные простые, либо число 4. Почему? Потому что для числа Н существует ровно две опции. Давайте я их расскажу. У него есть нечетные простые делители? Или у него нет нечетных простых делителей? Скажите, пожалуйста, как оно выглядит вот в этом случае? Да, степень двойки. Единственный вариант, когда у него нет нечетных простых делителей, это когда, ну, как в разложении на простые множители, у него есть только один простой делитель 2. Ну, тогда, значит, это степень двойки. Ну, и тогда степень двойки, естественно, делится на 4. Ну, кроме самого числа 2, но 2 мы не рассматриваем, потому что для двух Терема Фирма и так не верна. А здесь, соответственно, Н делится на какое-то П. Ну, вот этого уже вполне достаточно, потому что теперь я могу написать, что в первом случае я пишу, что А в степени 4 в степени L, ой, только наоборот, конечно. Я пишу, что N, N, допустим, вот здесь N равно 4L, а здесь, например, N равно PL, да? Тогда я могу написать в одном случае А в степени L в четвертой плюс B в степени L в четвертой, равно C в степени L в четвертой, да? И мы сразу для A вельты, B вельты и C вельты приходим к тому, что оно удовлетворяет вравнение Фирма для четвертого показателя, а оно уже доказано самим Фирма, что нет. Значит, этого быть не может. А во втором случае мы свели, собственно, к простому. Поэтому если мы вдруг доказали для любого простого, то мы доказали для любого N. Все. Вот. Тем самым достаточно доказывать для простых, но вот кажется, Лагранж справился с N равно 14, еще не умеет справиться с N равно 7, а потом уже Ламе доказал для N равно 7, тем самым усилил результат Лагранжа. Ну и дальше там, где-то в 37-м году, в 1800, как раз в 200-летию формулировки, вышло доказательство, по-моему, Ламе тоже. Общее доказательство. Он говорит, я умею доказывать. Все, я решил, Великую тюрьму фирма доказана спустя 200 лет. И как же он это делал? Значит, это очень важно нам для дальнейшего, потому что для работы с N равно 3, и это нам окажется важным. Смотрите, что он сделал. Весьма хитрый прием. Он употребил. Ну, понятно, да? В дальнейшем стало ясно, что его доказательство ошибочно. Но почему оно оказалось ошибочно? Значит, он пишет, что такое А в степени П плюс Б в степени П, которое у нас должно быть равно С в степени П. В комплексных числах есть корни из единицы разных степеней. Давайте возьмем корень П в степени из единицы. Вот, обозначим за КСИ. КСИ. Значит, КСИ равно косинус 2П делить на П плюс и синус 2П делить на П, или как вы это, ну, как бы Е в степени 2П и делить на П. Да, уже знаете, да, это комплексные все эти дела. Вот, значит, соответственно, у меня вот, ну, вершина, значит, правильного многоугольника, П-угольника. Вот, КСИ в П этой равно 1. Так вот, на самом деле, можно разложить на множители следующим образом. в комплексных числах. Оригинально, да? Ну, как бы это почти очевидно, ну, совсем очевидно, что А в П этой минус Б в П этой равно А минус Б на А минус Б, КСИ на А минус Б, КСИ квадрат и так далее. Ну, там небольшая со знаками есть возня, небольшая возня, но в результате получается, что эта формула верна и с плюсами. Вот, ну, либо минус единицу можно внутрь Б сунуть, потому что П нечетно все равно. Вот, так что получается, ну, да, собственно, сунем минус единицу внутрь Б и все получим. Вот, такая формула, да? Ну, как, пояснить подробнее или не надо? Просто при делении на Б в П этой, что у нас? У нас многочленный Х в П этой минус 1, да? Имеет ровно П корней. 1, 2, так далее, и П, да? Вот, поэтому Х в П это минус 1, это Х минус, значит, 1 на Х минус КСИ на Х минус КСИ квадрат. Вот, ну, это утверждение следует из теремии Безу, да? Из теремии Безу. Мы перечислили все корни, и вот. Ну, и теперь мы, значит, получаем, что А на Б в П этой минус 1 равно А на Б минус КСИ и так далее. Ну, и умножаем на Б в П этой, получаем А в П этой минус Б в П этой равно А минус Б на А минус Б КСИ и так далее. Ну, и дальше минус Б заменяем на Б. Минус вводим, и получается наша формула. Так, говорит он, в чем дальше, как бы, затык? Затык в том, что что из этого следует? Ну, давайте вспоминать наше решение задачи про Пифагоровой тройки. Сейчас давайте все сотру, кроме уравнения, которое решила Эйлер, которое мы и будем решать. Так, как обычно в век Википедии и интернета, я точно не помню год, надо будет уточнить, в каком году это было доказано. Ну, где-то вот под конец жизни Эйлера. Так, давайте все сотрем. Все эти рассмотрения, предварительные рассмотрения. И прежде чем мы запишем вот это при n равно 3, мы немножко вообще поговорим про вот эту запись. Почему доказательство, что за доказательство было предложено, и почему оно оказалось неверным. Но я его не в деталях, я расскажу вкратце, что он делал. Потому что в деталях мы это разберем, при n равно 3, при n равно 3, оно вполне работает. Собственно, он обобщал именно доказательства Эйлера. Он обобщал доказательства Эйлера на произвольный случай, считая его как бы готовым. 1700, о, чуть-чуть я, да, не попал. Капельку, капельку не попал. 1769 год. Давайте теперь здесь сотрем вопросительный знак и напишем точную дату. 1769 год. Вот. Итак, что мы сделали в тот раз? Мы написали А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. А плюс Би на А минус Би равно С квадрат. Да? Вот так мы сделали. И мы пользовались там арифметикой в кольце гауссовых чисел, правда? То есть для того, чтобы изучать свойства делимости и делать вывод из основного следствия основной теоремы арифметики, мы воспользуемся арифметикой гауссовых чисел. Но предварительно мы доказали бы не основной теоремы арифметики. И все у нас вышло. Что же делает Ламе? Он говорит, рассмотрим вот такое вот кольцо. И в нем будем работать. В обычных комплексах числах нет смысла работать, потому что делимость ничего не даст. Все на все делится. В поле вообще нет никакой делимости. Ну, точнее, она тотальная в поле делимость. Всего на все. Если только на ноль не пытаться делить. Поэтому надо рассмотреть кольцо. Какую-нибудь структуру, где делимость не очевидна. Значит, как выглядит это кольцо? Ну, так, в общем-то, оно выглядит так. Оно, значит, вот это вот, наше кси. У него уравнение, значит, х в пэта и минус 1 равно нулю. Но это уравнение разложимо. Это уравнение разложимо на множители. Правда, вот так вот. И вот этот корень как бы не имеет никакого отношения к кси. Это корень единица. Он всегда есть. А вот кси удовлетворяет вот этому уравнению, соответственно, раз оно не равно единице. И возникает вопрос. А есть ли какой-нибудь еще многочлен меньшей степени, которому удовлетворяет кси? Значит, вопрос. Вопрос. Существует ли многочлен меньшей, чем пэ минус 1 степени, которому удовлетворяет кси, равная корню пэта степени из единицы? Вот этот вот главный наш корень пэта степени из единицы. Главное, значит, который 2п делить на п. Первый из них. Скажите, пожалуйста, у вас была основа комбинаторики теории чисел, да? У вас там были минимальные многочлены для алгебрических чисел? Я просто думаю, насколько подробно этим заниматься, потому что там, если были минимальные многочлены, наверняка доказывалось, что при любом простом пэ вот этот многочлен неразложим на множители. Не было, да? Так, давайте я себе помечу. Не хочется сейчас отвлекаться. У меня будет должок вместе с крыльями этого, с крыльями спивака, у меня будет должок про этот многочлен. Этот многочлен неразложим над z и над q неразложим. Там над z, над q одно и то же из-за лемы Гаусса. Там, в общем, есть некий материал, такой абсолютно стандартный материал в теории многочленов, вот, с рациональными коэффициентами целыми, которые каждый должен знать. Я думал, что, может быть, он был, а может, и не был. Но в теории чисел наверняка был, да? Или тоже не помнишь? Не помнишь. Ладно, тогда будем считать, что не было. Без этого трудно двигаться. Это очень важно все. Но, в общем, пока я утверждаю, что он неразложим. Неразложим над z и над q. И еще утверждаю, что это одно и то же, как ни странно. Что неразложимость многочлена над z и неразложимость над q, если у него целые коэффициенты, это свойства эквивалентные. Это совершенно не очевидно, на самом деле. Почему бы ему не разложиться там с какими-нибудь жуткими дробями, да? А в целом не уметь раскладываться. Но вот оказывается, что так не бывает. Это лема Гаусса. В общем, я этот стандартный материал немножко сейчас оставлю в стороне. Пока просто берите, что он неразложим. Но тогда многочлена меньшей степени не может быть, которая удовлетворяет ξ. Потому что, предположим, что f от ξ равно нулю, где f начинается с x в какой-то там эльтой степени. Там b, l-1 и x, v, l-1. Ну и вообще говоря, коэффициенты могут быть вполне рациональные. Не обязательно они у меня целые. Вот с рациональными коэффициентами из q от x. Вот пусть, 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 пусть f от ξ равно нулю, где f вот такой. Так? Да. И при этом l меньше p-1. Какой прием напрашивается теперь сделать? Что мне хочется сделать? Как вы думаете? f еще раз сказать, это с ним меньше, например? Да, с меньшей степени. Предположим, что есть многочлены меньшей степени. Придумайте какое-то, где еще он не чувствует. Да, давайте будем придумывать до тех пор, пока это будет самая маленькая возможная степень. Вот, то есть l, минимальная степень многочлена, корнем которого является ξ. Вот просто найдем самую маленькую степень многочлена. То есть многочлен с рациональными коэффициентами на самой маленькой степени. Но понятно, что это не единица. Потому что линейный многочлен с рациональными коэффициентами, у него корни только рациональные числа, правда? Если написано x минус альфа, где альфа рациональная, равно нулю, то альфа рациональная. Все, точка, она его корень. То есть ясно, что это больше единицы. Но вот насколько больше единицы, мы не понимаем. Сейчас поймем. Значит, пусть l это самая маленькая степень. Вот теперь стандартный трюк. Мы вот это делим с остатком на то. Делим с остатком. Два многочлена. Это точно было в основе теории колец полей. Можно разделить друг на друга с остатком. Получится, что вот этот вот многочлен, он равен какому-то же от x умножить на f от x, вот этот вот, плюс h от x. Правда? Что про h верно? Дег h меньше l. Отсюда h от x не равно нулю по условию выбора l. Правда? h не может занулять l. Но при этом еще есть вариант, что h тождественный ноль. Либо h тождественный ноль. Одно из двух. То есть, либо он просто тождественный ноль, тогда здесь деление нацело. Либо он не может быть многочленом с корнем кси. Согласны, да? Одно из двух. Я утверждаю, что ни то, ни другое невозможно. Ну, то есть, мы сейчас перейдем к противоречию в обоих вариантах. Первый вариант, что h тождественный ноль немедленно нам выводит на разложимость многочлена, про которую я заявил, что он неразложим. Все. Ну, если этого варианта нет, он выпирается в сложное доказательство того, что это многочлен неразложим. Это будет сложное доказательство. Но пока я его опущу. А вот теперь предположим, что он не ноль. Тогда что я делаю? Да, просто кси подставляю. Подставим кси. Кси. Что вот это такое? Ноль. Ноль. А здесь g от кси не знаю, а f от кси тоже ноль по условию. Ноль. Плюс h от кси. Ну, и мы получаем, что h кси равно нулю. А ну не равно нулю. Вот такое как бы есть очень много мест в теории алгебраических чисел, в которых применяется один и тот же трюк. Вот этот. То есть где-то что-то там доказывается минимальность какого-то многочлена, какие-то еще утверждения делаются про свойства многочленных и их корней. И всегда в каком-то месте что-то на что-то нужно делить с остатком. Ну и в данном случае мы предполагаем, что это не самый маленький по степени многочлен. Тогда находим самый маленький, делим на него с остатком, и у меня противоречие цуксванг, вилка. Вилка, да? Мы ставим вилку. Если h тождественный ноль, то противоречит неразложимости. Если h не тождественный ноль, то противоречит тому, что f выбран на минимальной степени. Все. Итого, что же мы имеем? А мы имеем, что в результате, это очень важно, это, кстати, дальше у нас всплывет, когда мы будем заниматься цирковой линейкой, поэтому я могу здесь остановиться подробнее гораздо. Значит, мы имеем, что на самом деле из неразложимости многочлена следует, что он минимальный для любого алгебраического числа, вообще для любого числа, корня какого-то многочлена. Если у вас есть некоторое число комплексное, которое, ну, комплексное или вещественное, неважно, я имею в виду, оно может быть при этом веществом, может при этом не быть вещественным, если есть какое-то произвольное комплексное число, и мы предъявили многочлен, который является его корнем, и доказали его неразложимость на тку, то тогда никакой меньший уже не может иметь кси, его корнем, не может. А смотрите, что из этого следует. Итак, мы установили с вами, что вот этот многочлен для кси минимален, я даже могу его стереть, потому что самое главное, что он имеет степень p-1. Теперь давайте я запишу, рассмотрю любой, рассмотрим, любой многочлен h от x в степени меньше, чем p-1. То есть, а0 плюс а1х плюс так далее, плюс а в p-2, x в p-2. Многочлен h, нетождественный ноль, но при этом я не утверждаю, что вот этот коэффициент не нулевой, может быть, он не степень p-2, а еще меньше степени. Но он не нулевой, да? Так вот, если он не нулевой, с рациональными коэффициентами, тогда h от кси не равно нулю. Правильно? Что из этого следует? Для любого набора а0, а1, так далее, а, p-2, рациональных чисел не тождественно нулевого набора, да? Число а0 плюс а1 кси плюс так далее, плюс а, p-2, x в p-2 не равно нулю. Вам это ничего не напоминает из линейной алгебры? Помните, что такое линейно-независимая система векторов? Да. Так вот, я утверждаю, что это просто в точности означает, что 1 кси, кси квадрат, так далее, кси в p-2 линейно-независимо над q, над полем q. То есть это базис, базис чего? Ну, это базис линейного пространства пока что. Линейного пространства всех таких выражений. То есть подмножество, это базис множества комплексных чисел, множество комплексных чисел, которые являются линейными комбинациями степеней кси. То есть многочленами вот элементов кси степени не больше p-2. Множество всех таких многочленов образует линейное пространство, очевидно, при сложении и вычитании ничего не меняется, при умножении на число тоже, да? Над q. и у этого линейного пространства размерность. Вот этого линейного пространства, давайте я его так вот напишу пока. Ну, на самом деле, вот его неправильно так писать, потому что мне еще надо доказать, мне нужно объяснить, что я имею в виду под вот такой надписью. Поэтому пока просто напишу, что размерность вот этого множества всех комбинаций, p-2 кси в p-2 равна p-1, правда? Потому что их p-1 штук, от 0 до p-2. Так вот, выясняется, и, наверное, это я отложу на попозже, то есть на теорию построения цирковной линейкой, выясняется, что это линейное пространство образует поле. И здесь два утверждения, два. Что произведение выражений такого вида имеет такой же вид. И что можно делить. Это очень важное достижение алгебры XIX века. Разобрались вот с этими алгебрическими числами. У каждого алгебрического числа, то есть корня уравнения многочлена, есть свой минимальный многочлен, ну просто найдем в самой маленькой степени многочлен. И если мы нашли минимальный многочлен, то ровно эта его степень является размерностью линейного пространства вот этого, и одновременно еще это линейное пространство оказывается полем. То есть это замкнутое относительно плюс-минус умножить и разделить множество чисел. Ну вот, поля меня, как я уже сказал, не интересуют. В них делить трудно. Точнее, слишком просто. Поэтому Z от XI – это множество того же самого, но с какими коэффициентами? С целыми коэффициентами. Совершенно верно. Вот, ну там на самом деле есть общее понятие целого алгебраического числа. И надо будет доказывать там тоже целый ряд лем всяких. Но давайте, так как у нас нет прямо сейчас задачи этим заниматься. Давайте просто. Вот у меня множество таких выражений. Образует кольцо. Ну, кстати, вот то, что без деления, там все просто. Дело в том, что, смотрите, что происходит, если мы перемножим два выражения такого вида. Оно удлинится за P-1, да? Но, дело в том, что у нас XI в P-1 равно минус 1 минус XI минус XI квадрат минус так далее минус XI в P-2. В силу вот этого многочлена минимального, что XI в P-1 плюс XI в P-2 плюс так далее плюс XI плюс 1 равно 0. Поэтому у нас есть просто линейное вот такое вот совочисленное выражение для XI в P-1. И поэтому, когда мы перемножим, у меня вывезут эти старшие степени, я их все превращу в младшие шаг за шагом. Из этого же следует, что XI, скажем, в P-1 равно минус XI минус XI квадрат минус так далее минус XI в P-1 и так далее. То есть я могу каждую старшую степень превратить в комбинацию младших. И я могу, соответственно, все эти более старшие степени загонять вниз, покуда загоняется. А покуда будет загоняться? Покуда не станет все меньше, чем P-1. Поэтому, ну, как бы, в принципе, понятно, да, в целом, что когда мы берем произведение двух выражений такого типа, это будет все равно точно выражение такого же типа в силу вот этого равенства на XI. Вот про деление там сложнее. Про деление там сложнее. Но для кольца мне деление не нужно. Итого у меня есть прекрасное кольцо. Прекрасное. И в нем записано вот это равенство, да? В нем записано это равенство. Что же говорит Ламе? Ламе говорит, когда мы посокращаем на все общие делители в Z, их не будет и здесь. У вот этих выражений. А еще точнее, там все немножко сложнее. У этих скобок есть общие делители, но их все можно учесть и тоже на них потом сократить. То есть идет некоторая схема манипуляции с вот этими числами. Выясняется, какие у них могут быть общие делители. После того, как мы выяснили, как Ламе выяснил, он на них всех сокращает это все. Все равно возникает выражение, что какая-то пета-степень внутри этого кольца равна произведению уже попарно взаимопростых. И из этого он выводит то, что каждый из них является пета-степенью. Но их как бы довольно много. Они все друг на друга похожи. То, что они все являются пета-степенью, быстро приводится к противоречию. Ну быстро это 7 лекций на самом деле. То есть это довольно сложное длинное доказательство. Но беда в том, что оно неверное. Почему? Как вы думаете, почему оно оказалось неверным? И об этом на том же заседании, на котором Ламе это все сообщал, кто-то из великих, я забыл, к сожалению, кто. Может быть, Даламбер как раз. Поднял руку и сказал, а нет ли здесь пробела, который вам следует, профессор, заполнить? Он не считал, что доказательство неправильного. Он говорит, скорее всего, правильно, но есть пробел. И какой же это был пробел? Пробел был в том, что нужно было доказывать здесь основной теремой арифметики. Иначе все это не работает. А он автоматом считал, что во всех кольцах должна быть верна основной теремой арифметики. А что ее доказывать, вроде очевидная? Ну и более того, и тот, кто задавал вопрос, тоже он думал, что, конечно, она там верна, но надо же доказывать это. Давайте, профессор, докажите основную теремой арифметики. И ура, все, вы спустя 200 лет ровно расправились с великой загадкой математики теремой Ферма. Ну, он ушел доказывать. В это время появился кто-то еще, кто ее опроверг. А именно, начиная с корня 23 степени из единицы, то есть, начиная с P равно 23, в этом кольце прекращает быть верной основная терема арифметики, даже в том, ну, как бы обобщенном виде, в котором мы ее формулировали, там, с учетом обратимых, которые там могут быть довольно сложно устроены. Все равно она просто неверна, и все. Там есть конкретные, простые, при перемножении дающие произведения совершенно других конкретных простых. И все. И, как бы, доказательство было похоронено. Потом пришел такой человек по фамилии Куммер. Куммер жил весь 19 век, и ему принадлежит, собственно, вот понятие идеал ввел он. Он называл это идеальное число, но теперь мы называем это идеал. То есть, он подмножество чисел вместо чисел рассматривал. И на основании своей теории он подправил это доказательство для некоторого набора простых чисел. Достаточно широко, надо сказать. Когда он умер, у него было на руках доказательство теорема Ферма для всех простых меньших ста. И еще некоторых других. Куммер огромный вклад внес, но все же теорема оставила недоказанной. На 20 век тоже хватило. И, соответственно, ларечек открылся в 1924-м, когда Эндрю Уэллс доказал ее абсолютно другим методом через эллиптические кривые. Эллиптические кривые мы в самом конце курса с вами коснемся. Но само это доказательство все-таки очень сложное, чтобы даже, ну, может быть, только вот совсем намеком я могу сказать, что в чем оно заключается, но сам я его не понимаю. То есть я его только в общих чертах, как бы, вот, вся схема. А там миллион всего надо проверять, там, как бы, доказывать, доказывать, доказывать. Он 400 страниц текста. Вот. Поэтому вот этот метод, он, как бы, вот как он, так и не добили им до конца. То есть Уэллс пользовался совершенно другим методом. И в результате, ну, остается вопрос, можно ли методы 19 века использовать, чтобы все-таки добить для всех P. К моменту, когда Уэллс действовал, с помощью всяких компьютерных штучек уже до 100 миллионов довели размер простых чисел, при которых она может быть неверна. До 100 миллионов. Но вот как-то каждый раз все равно это был вопрос проверки некоторых утверждений в конкретной форме в компьютере для конкретных простых чисел. А вот общего метода для всех поголовно простых так и не было. Его изобрел Уэллс и закрыл вопрос. Вот. Ну, а мы после перерыва, сейчас перерыв, правда, уже по времени. После перерыва мы с вами посмотрим, как это все делается на примере n равно 3. Мы не закончим сегодня более того. Я буду счастлив, если мы закончим в следующий раз. Возможно, даже мы будем заканчивать это 1 апреля. Ой, 25 марта. Сейчас, сегодня что? 11 марта. 18 марта мы, возможно, подойдем к концу, но, возможно, еще доказательство останется кусок на 25 марта. Это такая трудная теорема реально. Там много чего надо делать, много чего надо вводить и изучать соответствующую арифметику в соответствующем кольце, собственно говоря. Ну, вот этим мы сейчас и займемся. Это было короткое генетическое введение в великую теорему Ферма. А наша цель — это доказать ее при n равно 3. После перерыва мы к этому приступим. Вот честно, я не знаю. Дело в том, что на самом деле общепринятое, что нет. Это общепринятое мнение. Но я не очень понимаю, как можно так быть уверенным. Ферма был чрезвычайно тонкий математик с совершенно такими неожиданными методами. И я лично нисколько не удивлюсь, если в конце концов найдут что-то похожее. То есть, сильно вникнув в методы Уайлза, вычленив из них элементарное отражение вот этих всех тяжелых методов, что просто какие-то сложнейшие многочлены от нескольких переменок как-то очень хитро на друга перемножаясь, друг друга дают какие-то полиномиальные тождества. И в результате из этого все будет следовать. А полиномиальные тождества Ферма могла просто взять и угадать с неба. Я как бы думаю, что если это действительно так, то, скорее всего, Ферма были доступны какие-то неизвестные, совершенно незнакомые нам полиномиальные тождества. Тогда да. Но есть даже то, что называется would to be. Proof would to be. Proof. Сейчас, как же оно в proof? Ой, там какой-то очень сложный английский оборот. В общем, якобы доказательство переводится. Есть якобы доказательство, которое приписывается, что это именно его, скорее всего, имел в виду Ферма, а оно там упирается в некоторый очень хитрый и тонкий пробел. Но как в этом можно быть уверенным, я не знаю. Поэтому я оставляю этот шанс Ферму Ферма, что он действительно что-то знал, что мы никак не можем угадать и догадаться. Время от времени происходят какие-то такие странные прорывы, типа вот доказательство корня из двух через картиночки, которая в 19 веке появилась. Вот такое доказательство. Ну пусть у меня... Доказательство чего? Что корень из двух иррационален. От противного. Да, от противного. И метод такой. Ну, мы делаем вначале все как обычно. То есть мы говорим, что один квадрат вдвое больше другого, который на целочисленной сетке, потому что они целые оба. Значит, рисуем эту целочисленную сетку. Опять же, сейчас будет метод бесконечного спуска, на самом деле. Вот у меня целочисленная сетка, и вот на ней квадрат длины m, и как бы где-то начинается квадрат длины n, который меньше него ровно в два раза по площади. Так? Но тогда, если я его отчитаю отсюда, то вот эти два квадрата в сумме... Да? Сейчас я не совсем понял. Вот это справа, это m квадрат. Вот весь целиком это m на m. Это m на n. Да. А вот это m на n. Ну, n, понятно, меньше. Да. И если m квадрат равно 2m квадрат в точности, то тогда эти два квадрата в точности в сумме покрывают площадь большого. Но у них есть перекрытие. И недокрытие. Ну, из этого должно быть очевидно, что вот та зона, которая покрыта дважды, равна той зоне, которая ни разу не покрыта. Поэтому есть еще один квадрат m с волной, который вдвое больше квадрата m с волной. И они меньше по размерам, чем исходные. И все. Бесконечный спуск. Они все на этой сетке целочислены, естественно. Все. Можно, но они как бы... Это же мы сейчас хорошо понимаем вот эту арифметическую делимость. Древние все видели на картинках только. Но вот это, доказательство, оно чисто древнее. То есть, ну, удивительно, что его не получили в древности. Удивительно. Оно неизвестно. Ну, по крайней мере, в записках его нет. Получил какой-то английский ученый в 19 веке. Я не помню его фамилию. Ну, вот, собственно, в том же духе это доказательство с крылатыми квадратами из пивака. Оно тоже вполне. Но я его говорю, я его просто еще не успел. Я его расскажу. То есть, вообще, вот эта человек, даже в случае целого, она постепенно нечего... Да. Осознанно Гауссом в реальности. Ну, фирма Гаусс. Диафант, наверное, понимал. Ну, в общем, это постепенно, медленно осознавалось, как язык. То есть, скажем, вот квадратичный закон взаимности, который был в части из вас, он же в такой форме у Гаусса был. В нынешней форме его даже я еле понимаю. Он там формулируется через какие-то символы Гильберта там. Ну, в общем, этот язык новый, он гораздо удобнее считается. И действительно, он удобнее, он там новых, гораздо более сильные результаты дает получать. Но также они, вроде, определимость понимали. Но вот степень вхождения — это идея, которая происходит, когда ты хорошо съел внутрь себя теорему арифметики основную. Вот когда она тебе как бы очень хорошо уже ясна и понятна, ты начинаешь над ней наращивать вот эти вещи, основное следствие из нее и так далее. Вот. И вот это осознание, оно проходило веками, очень долго. Реально степенью вхождения оперировал Гаусс. Вот так вот, чтобы прямо наполнить. Ну, наверное, фирма все-таки. Фирма. Фирма Гаусс. Гаусс сделал арифметику полностью вот законченным зданием вот эту всю начальную. Он ее чувствовал лучше всех, наверное, на земле. И оставшиеся загадки. Большинство из них разгадывалось сильно больше, чем он умер. Те, которые от него остались. Просто это забавно, потому что, ну, вообще, это происходит как... Сразу. Да. Геологическое доказательство, что что-то менее интенсивное. Ну да, да. А тогда для них вот это было совершенно ясно. А степень вхождения не доходила. На самом деле, я могу сказать, что когда я работаю там с пятиклассниками, шестиклассниками, они прекрасно вот это воспринимают и сразу понимают. А степень вхождения путаются, снова забывают. Вот у меня Светка в шестом учится, моя собственная. Очень тяжело идет. То есть каждый раз заново все забывает. Опять нужно все объяснять. То есть это неинтуитивно. Для детей неинтуитивно. И, соответственно, для древних тоже было, потому что это как бы дети повторяют путь древних в этом плане. А тут посмотрел, и все об этом. Меньше 2 квадрата. Ну, а дальше понятно, да? Ты же не можешь число уменьшать бесконечное количество раз. Это всем понятно. Значит, уже есть как бы противоречия. Вот. Так, ну что, вперед. Итак, уравнение. А в кубе плюс Б в кубе равно С в кубе. Ну, теперь я, соответственно, стираю неравенство и буду доказывать, ну, естественно, все это будет проводиться от противного. Правда? То есть если такая ситуация возможна, то тогда мы сразу же разложим левую часть полностью на множители. Говорят, что есть очень зубодробительное доказательство, использующее просто вот такое разложение. Но я его не знаю, я его освоить не смог и вообще не помню, видел ли когда-нибудь. Если я видел, то не освоил. То есть прям в целых числах полностью доказывается, но очень-очень-очень много разборов всяких, в частном случае. Поэтому мы сразу же откладываем эту часть дальше и получаем А плюс Б на А плюс Б омега на А плюс Б омега квадрат равно С в кубе, где омега это корень кубический из единицы. Отлично, это само единицы. Соответственно, это один. Это омега. Это омега квадрат. И все эти углы равны 120 градусов. 2π на 3. Так, что же я хочу? Я хочу, конечно, перейти и перевести все наше рассмотрение в z от омега. То есть мне нужно кольцо, содержащее омега и целые числа. z от омега по определению является самым маленьким кольцом по включению. кольцом, содержащим множество всех целых чисел и конкретный, просто один элемент омега. Ну, исходно непонятно даже существует ли такое самое маленькое по включению. Ну, как бы, или не то чтобы существует ли, но, конечно, самое маленькое по включению будет существовать. Не будет ли их несколько? Вот такое нельзя уменьшить, вот такое нельзя уменьшить. Ну, вот, на самом деле, первое лемма состоит в том, что оно существует, совершенно однозначно определено. Лемма, пункт первое. Множество всех выражений a плюс b омега, где a и b целые, образует кольцо. Второе. Это множество лежит в k при любом k, содержащем z и k, содержащем омегу. Третье, как следствие, следовательно, это множество и есть z от омега. То есть все очень просто. Самое маленькое по включению кольцо существует и единственное, и состоит из всех комбинаций вида a плюс b омега, где a и b целые числа. По аналогии с комплексными числами все идет так же. То есть там только i, ну, с гауссовыми, по аналогии с гауссовыми числами. Все идет так же, только там присоединялся i, и множество содержало все выражения вида a плюс b и. А здесь оно содержит все выражения a плюс b омега. Ну, давайте. Первое, почему это кольцо? Надо научиться только умножать, правда? Складывать, вычитать, что? Все ясно. А вот умножать. a плюс b омега на c плюс d омега. Раскрываем скобки. a c плюс b c омега плюс a d омега плюс b d омега квадрат. Что мы делаем дальше? Омега квадрат. Что с ним сделать? Выразить через омегу единицу. Дело в том, что 1 плюс омега плюс омега квадрат равно нулю. Тут было написано для произвольного кси. 1 плюс c плюс c квадрат плюс так далее плюс кси в p минус 1. Здесь p равно 3, p минус 1 равно 2. Соответственно, просто остается 1 плюс омега. Ну, это известное свойство, да, что, на самом деле, векторы, которые торчат из нуля вершины правильного н-угольника, всегда суммируются в ноль. Из-за свойства поворота на угол небольшой, да, что этот вектор не может меняться при повороте на какой-то угол нетривиальный. А при повороте на нетривиальный угол не меняется только вектор 0. Ну и, соответственно, мы можем продолжить, что это ac плюс bc омега плюс ad омега минус bd минус bd омега. Вот, то есть, как бы, в отличие от комплексных, у меня тут ac минус bd вот так же, а вот здесь bc плюс ad и еще раз тоже минус bd. То есть, правило умножения чуть-чуть усложняется, ну, несущественным образом. То есть, bd, вот это, получается, компонента, и вот компонента при омеге. Обе числа целые, поэтому все готово. Значит, мы доказали, что это кольцо. Ну, все там единицы в нем, очевидно, содержатся, в общем, все остальное понятно, понятно и очевидно. Значит, это кольцо мы сейчас нарисуем на вот той вот карте справа на доске. А пока заметим, что, ну, следовательно, да, но заметим, что оно в любом кольце, где содержится z и омега, должно содержаться, потому что любое такое выражение есть результат, продукт, да, арифметических операций, выполненных с целыми числами и с омегой. А значит, в любом кольце должны лежать, а не все. Но это означает, что есть просто конкретное кольцо, которое лежит в любом кольце, содержащем z и омегу. Ну, значит, это множество и есть самое маленькое кольцо, раз оно лежит во всех. Вот, поэтому, собственно, z от омега и равно этому множеству. Теперь нам полезно его рассмотреть. Как оно выглядит? Что такое множество всех вот таких комбинаций? Ответ, на самом деле, очень простой и симпатичный. Это шестиугольная сеточка, ну, треугольная, точнее, как сказать, треугольная, да? Вот это вот единица, это омега, это 1 плюс омега, это минус 1, минус 1, минус омега, оно же омега квадрат, естественно. Это минус омега. Дальше, соответственно, ну, вот здесь будет число 2 плюс омега, 3 плюс омега. В общем, если я сейчас нарисую тут такие вот линии все, параллельные друг другу, на одном и том же расстоянии, у меня уже не очень получается это сделать. Ну, вы не обессудьте, можно себе это представить. То, соответственно, возникнет то самое кольцо. Вот такие линии тоже естественным образом было бы здесь поместить. В общем, оно вот, вот такое треугольное кольцо. Кольцо, кольцо из треугольников состоящее. Вот, ну, тут я немножко не так, как бы они тут пересекаются. В общем, я советую всем заглянуть в интернет и попросить треугольное замощение плоскости, распечатать его большой кусок к следующему разу и с ним работать, потому что у нас очень много будет работы вот с этими, значит, с этими числами. Значит, соответственно, все целочисленные комбинации, это просто все точки, ну вот, например, что здесь, 3 плюс 2 омега, да? То есть все, мы как бы на целочисленной базис у нас возник, единицы омега. И все вершины треугольников, все являются этими элементами нашего кольца. То есть если кольцо Гауссовых чисел, оно совершенно понятно и тривиально, это просто тетрадь клетчатая, все узлы клетчатой тетради на плоскости, то множество вот этих чисел, которые называются числа Эйзенштейна, это кольцо чисел Эйзенштейна. Вот кто, кстати, взял после Гауса эту, как бы, пальму первого арифметического гения, когда умер Гаусс, он оставил, значит, что, типа, вот его ученик Эйзенштейн является талантом, который дается раз в век, ну, какие-то записки, короче, передал ему эту пальму. Вот. Но эти числа называются числами Эйзенштейна. Эйзенштейн подправил доказательства Эйлера. Фактически мы по нему сейчас идем. И очень много еще чего сделал. Кубический закон взаимности доказал, там, много-много-много. Он очень любил эти числа и с ними умел хорошо работать. Итак, это кольцо. Прекрасно, оно геометрически хорошо изображается, оно математически, алгебраически очень легко изображается. И работать мы будем в нем. То есть в нем верно вот такое разложение на множители. Теперь, естественно, было бы доказать неосуществимость вот такого вот в z от омега со звездой. Ну, то есть выбросив ноль. Ну, потому что, если мы не выбросим ноль, оно все равно в любом случае ясно, что а в кубе прибавить минус а в кубе равно нулю. То есть нулю в кубе. Поэтому ноль-то мы точно должны выбросить. Ну, вот, соответственно, естественным образом пытаться доказать великую теремию фирма про Эйнер равно 3 именно в числах Хейзенштейна, а не нулевых. Доказать, что решения нет. Если докажем, что решения нет в числах Хейзенштейна, ну, тогда и в целых не будет уж целых внутри чисел Хейзенштейна сидят. Мы доказали, что вообще даже ни для каких чисел Хейзенштейна сумма двух кубов не может быть кубом. Ну, и тем самым и в целых тоже не может, не нулевых. Ну, и вот дальше я делаю страшную вещь. Я к этому долго подводил, и теперь я это сделаю. Нам придется еще сильнее увеличить общность рассмотрения. Как я уже замечал, индукционные переходы и переходы типа бесконечного спуска часто совершаются над более сложными, более общими утверждениями, чем исходные. Что здесь такое У? У — обратимый элемент кольца Хейзенштейна. У принадлежит У в Z от омега со звездой, но что обратимых элементов. То есть мы будем доказывать, будем решать уравнение вот такое вместо исходного и доказывать, что даже у него нет решений. То есть что ни при каком обратимом элементе из кольца Хейзенштейна и ни при каких трех ненулевых АБЦ из кольца Хейзенштейна не может быть выполнено этого равенства. Из этого автоматом следует, что при У равной единице и для целых АБЦ тоже это равенство не выполнено. Все. То есть конкретно мы будем решать вот это уравнение. Ну, нам, естественно, нужно понять, как устроены обратимые, раз мы будем работать с ними. Соответственно, нам нужно понять, каково множество обратимых. Давайте его поймем. Каково множество обратимых в Z от Омега. Ну, для этого, на самом деле, надо сделать некий стандартный набор... А, слушайте, подождите. А Митька же... Мить его водил или нет? Вот это кольцо Митя не водил? Вот это хит и решетка была. Решетка, вот это. Он доказывал теорему арифметики. Норма была? Норма была. Все. Тогда, значит, все проще. Значит, норма. Тогда вы просто знаете, как выглядят обратимые, правда? Ну, про Z от Омега, ну, как на слугая полная. Скользко говоря. А, хорошо. Значит, норма числа Z от Омега это норма этого числа, как комплексного. А тогда это А плюс Б Омега умножить на А плюс Б Омега сопряженное. То есть А плюс Б умножить на Омега сопряженное. Давайте найдем Омега сопряженное. Ну, что вы тут искать? Вот оно, да? Омега сопряженное — это Омега квадрат. Поэтому на самом деле норма — это А плюс Б Омега. Вот оно просто по-другому записывается в числах Эйзерштейна, чем в числах обычной формы А плюс Би. Это та же самая норма, комплексная норма числа, значит, комплексного числа. Но через А и Б оно выражается иначе. Как? А квадрат плюс АБ Омега плюс АБ Омега квадрат плюс Б квадрат Омега в кубе. Что такое Омега в кубе? Нет, а вот если вот здесь? Просто один. Омега, Омега квадрат, Омега куб. Омега — это корень, кубический — единица. Значит, Омега кубе равно единица. Поэтому здесь А квадрат плюс Б квадрат плюс АБ умножить на Омега квадрат плюс Омега. Но, опять же, что такое Омега квадрат плюс Омега? Минус один. Поэтому окончательно норма выглядит вот так. Ее положительность для всех ненулевых обусловлена тем, что она равна сейчас напишу чему А минус Б пополам в квадрат плюс три четверти Б квадрат. Не ошибся? Все так. Ну и понятно, что если бы вот это выражение было равно нулю, то вот эти обе числа должны были быть равны нулю, да, сумма квадратов равна нулю с коэффициентами положительными. Значит, Б равно нулю, отсюда А равно нулю. То есть мы видим, что единственный вариант это вот такой. Но так же просто доказать, что так же просто сказать, значит, ну вот теперь про обратимое. Что такое обратимое, да? Всегда в кольцах с нормой, да, обратимость У обратима тогда и только тогда, когда норма У равна Чему? Чему равна норма У? Единице. У обратима тогда и только тогда, когда норма У равна единице. Ну, потому что в одну сторону если есть какой-то В такой, что это равно единице, то переходя к нормам, да, домножая на сопряжённые, мы получаем, что норма У на норму В равна единице. Это значит, что норма равна единице, потому что это целое положительное число. Натуральное число, да, отсюда Н от У равно единице. А с другой стороны сама норма-то равна У на У сопряжённая, поэтому если она равна единице, то У очевидно обратима, потому что к нему обратно является У сопряжённая. В одну и в другую сторону Поэтому нам просто нужно написать, что же это такое, что а минус b пополам квадрат плюс 3 четверти b квадрат равно единице Ну в такой форме не угадаешь, поэтому надо умножить на 4, и это будет 2а минус b квадрате плюс 3b квадрат равно 4 И вот теперь надо перебирать все случаи, когда это получается, правда? Сумма квадрата и утройного квадрата равно 4 Ну по сути что у нас, для b варианты какие? 0 или плюс-минус 1 Больше уже вылетаем за девятку Поэтому перебор, да, перебор b равно 0, b равно 1 и b равно минус 1 И в каждом случае нужно посмотреть, чему у нас получается Значит, b равно 0, тогда 2а минус b равно 2, правда? Или минус 2 Потому что b равно 0, значит, вот этот квадрат, значит, но 2а равно, ну, так как b равно 0, значит, здесь 2а равно 2, то есть а равно 1 или а равно минус 1 Значит, соответственно, 1, 0 и минус 1, 0 Ну это просто числа 1 и минус 1, правда? Мы ничего нового не получили 1 и минус 1 Но вот здесь будут новости Значит, при b равно 1, мы получаем, что 2а минус b равно тоже 1 или минус 1 Ел квадрат тоже равен 1, то есть b квадрат равно 1, значит, это тоже Значит, соответственно, решаем одновременно эти системы Если b равно 1 и 2а минус b равно 1, тогда а равно 1, значит, а равно 1 и b равно 1 подходит То есть 1 подходит минус 1, 1 плюс омега Как вы догадываетесь, вот здесь будет минус 1 минус омега, потому что просто знаком минус то же самое уравнение Минус 1 минус омега, но это омега квадрат, оно же омега сопряженное И, наконец, вот так вот, если я вот так решу или наоборот, что у меня получится? b равно минус 1, 2а плюс 1 равно 1, 2а равно 0 А равно 0 И здесь тоже, соответственно, будет а, b равно 1, да, 2а равно 0 Все, а равно 0 То есть а равно 0, а b равно плюс-минус 1, но это омега и минус омега Вот они все Я должен понять, когда вот это возможно При каких целых а и b Умножаю на 4 Дальше перебор для b очень короткий По модулю меньше двойки Перебираем, все получаем Получаем 6 чисел На самом деле можно было бы сразу понять, потому что норма это длина в квадрате Значит, длина сама должна быть равна 1, правда? Вот они все 6 По кругу 1, 1 плюс омега Омега минус 1 Минус 1 минус омега, она же омега квадрат И омега, и минус омега, она же, значит, ну, соответственно, минус 1 Ой, нет, минус омега, все Вот Ну, вот такой список То есть у равно 1 1 плюс омега, оно же минус омега квадрат, да? Оно же минус омега сопряженное Омега минус 1 Омега квадрат Минус омега Вот они все Они все, их 6 Они образуют группу, естественно, как всегда, по умножению Шестого порядка То есть на самом деле У это просто 1, запятая 1 плюс омега, запятая 1 плюс омега, возведенное в квадрат Запятая 1 плюс омега, возведенное в куб Запятая 1 плюс омега, возведенное в четвертую И 1 плюс омега, возведенное в пятую Вот эта циклическая группа, порожденная элементом 1 плюс омега. Квадрат сюда, в куб сюда, в четвертую сюда, в пятую сюда, в шестую снова единица. То есть получается, что удваивается. Мы взяли омегу, корень кубический из единицы. А еще среди этих самых обратимых попало число 1 плюс омега, которое является корнем шестой степени из единицы. Время потихоньку кончается. Но давайте я, что теперь я хочу сказать. Что основная теорема арифметики в этом кольце с нормой верна с точностью до вот этих шести чисел. Помните, что любая основная теорема арифметики всегда верна с точностью до обратимых. Соответственно, так же, как гауссовых, только здесь домножаются на вот эти. Все утверждения. И, соответственно, если мы, например, вот эти убедимся, что это взаимопросто, или в каких-то случаях увидим, что они взаимопростые, или что-то сделаем такое, что они превратятся в взаимопростые, это на самом деле не так все просто будет, как я говорю, то тогда каждый из них будет кубом с точностью до умножения на обратимые. Вот здесь требуется определенная работа. Здесь требуется работа. И ключевую роль в этой работе играет конкретное число Эйзенштейна. 1 минус омега. Давайте его нарисуем. Оно похоже на 1 плюсы в гауссовых. Оно торчит вот сюда. Оно имеет норму, равную 3. Берем норма лямбда равна лямбда на лямбда сопряженная, то есть 1 минус омега на 1 минус омега квадрат. Ну, на самом деле я просто могу поставить А и В равны единицей. Ну, короче. Нет, давайте все вычислим. Значит, 1 минус омега на 1 минус омега квадрат. То есть 1 минус омега, минус омега квадрат, плюс омега в кубе. Что такое минус омега минус омега квадрат? 1. А омега в кубе? 1. Поэтому 1 плюс 1 плюс 1 это 3. Лемма верная для всех колец с нормой. Если n от числа Эйзенштейна, q, простое, натуральное число, то само q простое в z от омега. Ну, очевидно, да? Если бы q раскладывалось на множители, то я бы взял норму и получил бы разложение на множители числа n. То есть норма произведения равна произведению нормы. Как и для всех комплексов чисел. И поэтому простота гарантируется простотой нормы. Не обратно нет. А вот в эту сторону, да. Если уж у нормы, если уж у числа норма простая, то оно само точно простое. Вот это простое число играет ту же роль. Какую играет 1 плюс 1? И в комплексных целых, то есть в гауссовых. Здесь тоже все утверждения, проделимость там какие-то, они вот, они такие там, рассмотрим простое число, не равное лямбда. Как гауссов. Рассмотрим простое число, не являясь делителем двойки, да, ни один плюсы. А здесь ни лямбда, ни один минус омега. Вот. Ну и про геометрию вот этих вот, так сказать, того, что будет, если я буду умножать все числа на числа, все числа Эйзенштейна на одно конкретное число, то есть про идеалы в этом множестве и про их роль в решении великой теремии фирма, я скажу позже, но пока я просто в качестве интриги сформулирую удивительный результат. Очень технический, но довольно удивительный. Удивительный технический результат. Пусть число Эйзенштейна не делится на лямбду. Пусть число Ку принжет от омега и Ку не делится на лямбду. Тогда либо Ку в четвертый, извините, плюс один, либо ой, виноват в кубе. Так, либо Ку в кубе плюс один, либо Ку в кубе минус один делится на 9. Что за 9? 9 на самом деле это лямбда в четвертый с точностью до обратимого, потому что смотрите, у него норма 3, у него длина корень из 3, да? Возвремя в квадрат, угол увеличивается, мы идем сюда и попадаем вот в эту точку. Вот лямбда, вот лямбда квадрат, у него длина уже 3. Еще раз разворачиваем, оно идет вот сюда. Длина у него становится, так, тут, значит, корень из 3 была, тут 3, тут 3 корни из 3, возводим еще раз квадрат, и она отправляется вот сюда до точки 9, длины 9. Вот это лямбда в четвертый. То есть лямбда в четвертый от девятки отличается домножением на минус омегу. Все. То есть это как бы с точки зрения делимости лямбда в четвертый то же самое, что девятка. И удивительный технический результат состоит в том, что если Эйзенштейновое число не делится на лямбду, то его куб это почти девятка. Почти девятка. Что значит почти? Значит, он живет около числа кратного, ну не почти девятка, почти число кратное девятки. То есть от девятки, от кратной девятки живет слева и слева. Следующее число кратной девятки вот здесь вот. То есть это такая девятикратная сетка вот такая. И каждый раз куб попадает вот сюда, 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 сюда. То есть очень редко встречается ровно только около девяток. И на этом будет основан очень, знаете, вот этот скурпулезный, скурпулезный анализ этого уравнения. Все на сегодня. 18 марта мы это будем добивать. Ну или, по крайней мере, продолжать. Митя говорил, что у вас будет когда-то какая-то контрольная и, возможно, во время лекции. В этом случае у нас будет, соответственно, не будет пары. Но я не помню, но, видимо, не в следующий раз. Это надо уметь спросить. Надо уметь спросить. Да, да, да. Вот. А еще у вас в конце будет Филатовс. 25 по 28 марта. Но, по-моему, он со мной не пересекается. То есть он будет сразу после меня. У меня лекция вторая, а у него третья, четвертая, пятая в понедельник. Продолжение следует...